Какие чувства у меня вызывает возраст? Страх, неопределенность. Принимать на работу не старше, к примеру, 40 лет. Непонятные перспективы. А я молодой выгляжу? Я свой возраст, наверное, вообще не ощущаю. Весь ужас состоит в том, что с этим столкнется любой человек. И желание что-то изменить. Я думаю, что на истоке эйджизма можно смотреть с каких-то разных позиций. Мы все боимся смерти. И очевидно, что чем старше мы становимся, тем ближе мы становимся и к смерти тоже. И, в общем-то, этот страх смерти, он в том числе порождает у нас страх старости, старшего возраста. Ну, а то, чего мы боимся, мы то и не любим. Эйджизм – это дискриминация людей по возрасту. Он может проявляться в отношениях между людьми, когда, например, кто-то может сказать другому человеку, что он не может что-то делать из-за своего возраста. Если я хочу устроиться на работу и выбрать какую-то профессию, в которой не принято видеть человека старшего возраста, то может появиться начальник, коллега, кто скажет этому человеку, слушай, ну, куда ты идешь? Ты же уже старый. Young Cool Club – это проектная лаборатория. Это команда, которая разрабатывает решения для лучшей жизни людей старшего возраста в России. Наша задача – это борьба с эйджизмом, это продвижение антиэйджизмской повестки в медиа. Когда я познакомилась с Таней, я впервые вообще услышала про проблемы старшего возраста в России. Про то, что есть такое слово «эйджизм», есть дискриминация по возрасту. Это на самом деле проблема, что люди старшего возраста, им трудно устраиваться на работу. Самая основная проблема – это когда человеку по каким-либо причинам приходится искать работу. Все, переступив определенную черту, это практически невозможно. И я на себе это испытал. Я искал работу несколько раз, резюме рассылал, и ходил там на всякие собеседования. И при всех остальных условиях, которые устраивают работодателя, возраст как бы все это перечеркивает. В коллективе снижается в некотором смысле наш статус в рабочем коллективе. Нам реже дают возможность учиться, потому что считают, что старшим учиться как-то не положено вроде как. Или, например, нам могут начать говорить, а вот когда вы уже на пенсию идете? Я уж не говорю про то, что наши трудовые доходы с возрастом снижаются. Второе направление серьезной дискриминации, которое касается именно женщин. То есть здесь целый букет созвездия проблем. С одной стороны, это личная жизнь. Мне 34 года, и даже в 30 лет я могу в каких-то определенных кругах сталкиваться с эйджизмом, который проявляется в том, что общество читает, что имеет право мне сказать, что в 30 лет я должна быть обязательно матерью или должна быть замужем. С другой стороны, это вообще отношение со своим телом, с внешностью. Ты, например, не можешь выбирать какую-то определенную одежду, потому что это не по возрасту. Это стыдно надеть, не знаю, короткую кожаную юбку. Это же и наши собственные стереотипы о старшем возрасте. Когда мы, например, не знаю, делаем комплимент невинный, ты молодо выглядишь, да. Не кажется ли нам этот комплимент, ну, и джизм, да, не кажется ли нам, что хорошо выглядеть можно в разном возрасте? После 40 лет я наконец-таки стала позволять себе жить для себя. Я стала больше практиковать йогу. Я имею то тело, которое мне хочется иметь. Я себе делаю подарки, красивые татуировки. Их сейчас не видно, я одета сегодня скромно. Два года назад, мне было тогда 46 лет, я открыла свой стартап. Безусловно, мне говорили, что, может быть, уже поздновато начинать что-то новое. У меня не было сомнений абсолютно, потому что, ну, у меня стерты и размыты границы понятия моего личного возраста. И на самом деле, чем больше мы сейчас проявляем эйджизм по отношению к нашим близким, по отношению к нашим коллегам, по отношению к окружающим людям, то тем больше у нас будет стереотипов о самих себе с возрастом. Тем хуже только потому, что меняется наш возраст. Мы пока молодые, все думаем, что мы молодыми будем вечно, да. Но приходит какой-то момент, и человек вдруг попадает в этот возраст и ощущает, что на него наваливаются разные проблемы. Это просто наша задача самим формировать вот эту эйджизскую повестку, бороться с эйджизмом, думать о людях вокруг и стараться, ну, как бы измениться изнутри. Если на уровне больших корпораций и бизнеса будет идти тренд на осовременевание старшего возраста, безусловно, будет задавать изменения на уровне каких-то глобальных вещей в мире. И мы будем видеть, что это не только внутри нас, а это Маша, Петя, те, кто живут там, не знаю, в соседнем подъезде, с кем мы там вместе ходим на работу, они тоже транслируют эту идею, то это скоро станет чем-то массовым, общим какой-то идеей, которая была как-то по-другому.